Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Двойной праздник, начало Масленичной недели, совпадает с Международным женским днем. Как самарцы готовятся встретить весну? К проверке работы управляющих компаний ЖСК и ТСЖ подключилась прокуратура. В ежедневном режиме совместно с представителями районных администраций инспекторы следят за своевременной уборкой снега и очисткой кровель от наледи. На этот раз нарушения были выявлены в Ленинском районе Самары. За что представителей управляющих компаний наказали внушительными штрафами. Тему продолжит Ольга Павлова. Представитель управляющей компании Ленинского района Самары Алексей Зотов хоть и пытается оправдаться, но результат недобросовестной работы налицо. Кровли от наледи коммунальщики очистили, а вот сосульки и снег, сброшенный с крыши, не убрали. Каждый день дворник выходит. Просто именно сброс снежной массы с кровли вовремя не подобрали вручную. Техникой здесь невозможно сделать. Сюда невозможно загнать, не загнать ни бобкет, ни трактор. Просто спрессовался. Но дорожки, тропинки, лестницы очищаются регулярно каждый день. Рейды с прокуратурой Ленинского района совместно с представителями районной администрации идут в ежедневном режиме. Инспекторы проверяют, как очищаются от наледи кровли жилых домов и внутридворовые территории от снега. По результатам проверок составляются акты и принимаются меры. В этом сезоне на недобросовестных сотрудников управляющих компаний района было составлено 56 протоколов по неочищенным кровлям и 20 по ненадлежащей уборке снега. Нарушения связаны с очисткой кровельного покрытия, очисткой придомовой территории, натиквартальных дорог. Соответственно, прокуратурой района принимается весь комплекс мер прокуратского реагирования. Управляющая организация привлекается к административной ответственности. Сегодня рейд провели в районе студенческого переулка 2А. На нарушителей было составлено три протокола. Управляющим компаниям, в чьем ведомстве находятся эти территории, придется выплатить штраф в размере 150 тысяч рублей. Дешевле организовать работы, навести порядок, технику привлечь, дворников привлечь, чем платить вот такие штрафы. Но я полагаю, что благодаря вот такому контролю, который сегодня проводится, все-таки достучимся до всех управляющих компаний, чтобы все научились содержать свои территории надлежащим образом. Представителям управляющих компаний ЖСК и ТСЖ в очередной раз напоминают. Работа по расчистке дворов от снега и его вывозу нужно проводить ежедневно. В таком же режиме необходимо очищать кровлю жилых домов. В противном случае придется платить штраф. Ольга Павлова, Константин Головин, События. В Самарской области продолжается реставрация памятников исторического наследия. Объекты ремонтируются на средства федерального бюджета при содействии депутата Государственной думы Александра Хинштейна. В настоящее время на территории региона 11 памятников архитектуры, где ведутся реставрационные работы. В их числе и Верский монастырь и здание фабрики кухни будущего филиала Третьяковской галереи. Когда на объектах завершится ремонт и как скоро самарцы смогут увидеть уникальные полотна великих художников, знает Ольга Павлова. Небольшая, старенькая, но любимая и намоленная – такой была трапезная храма Иверского монастыря еще пару лет назад. Перед реставрацией волновались, не скрывая эмоций, рассказывает матушка Нафанайла. Но потом убедились, что не только сохранят исторический фундамент здания, но и капитально отремонтируют комнаты и залы. Дай Господи, чтобы все здесь окончательно было сделано, доброкачественно, чтобы это на многие лета, как говорится, был этот храм. И мы, конечно, будем и дальше молиться за всех, кто участвовал и в финансировании храма, и в проектной организации. Строители привели в порядок фасад, выполнили отделку внутренних помещений. На восстановление этого комплекса из федеральной казны направили почти 70 миллионов рублей. Здание храма пришлось восстанавливать буквально по крупицам. На очереди Сестринский корпус. Он также является памятником архитектуры регионального значения. Ну и вы видите, в каком состоянии находится Сестринский храм. Особенно внутри, конечно, наша задача сделать так, чтобы эти объекты были восстановлены в своем первозданном виде и стали украшением нашего города и нашего региона. Завершить реставрацию Сестринского корпуса планируют в 2022 году. На его обновление из федерального бюджета выделят около 100 миллионов рублей. В том же году для самарцев должен распахнуть в свои двери филиал Третьяковской галереи. Он займет здание фабрики кухни. Сейчас на объекте в круглосуточном режиме работают 200 строителей. Уже полностью завершено усиление фундамента и закрыт тепловой контур здания. Выполнен монтаж ограждающих конструкций. На реставрацию здания из федеральной казны ушло более полутора миллиардов рублей. В общем и целом работы идут в графике. Мы рассчитываем и уверен так и будет, что в сентябре этого 2021 года мы завершим все ремонтно-реставрационные работы и торжественно его откроем. Ну а сам филиал Третьяковской галереи начнет уже полноценно действовать с весны 2022 года, потому что музейщикам нужно определенное время для разбега. 11 объектов культурного наследия региона сейчас находятся на реставрации. Это памятники федерального и регионального значения. Ранее был отреставрирован польский костел. Сейчас идет обновление Старообрядческой церкви на Льва Толстого. В настоящее время ведутся проектные работы по реставрации дома со слонами. Меценаты и купца Константина Головкина. В будущем там планируют разместить школу молодых архитекторов Самарского политехнического университета. Ольга Павлова, Григорий Плешаков. События. За сутки в Самарской области зарегистрировали 273 случаи заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе 49 899 человек. Такие данные 5 марта опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 301 человек. Всего с начала пандемии из больницы выписали 46 174 пациента. Областная больница Середавина частично стала зеленой. В связи со стабилизацией эпидемиологической ситуацией в регионе ряд отделений по профильным патологиям вернули к привычной работе. С 1 марта уже началось поступление плановых эндокринологических, неврологических и других больных. Гульфия Сафина побывала в зоне без ковида и готова рассказать, как больница возвращается к прежней жизни. У Владимира Петенова из Пестравки сахарный диабет. Для поддержания здоровья пенсионер регулярно проходил диагностику и лечение в эндокринологическом отделении больницы имени Середавина. После того, как клинику перепрофилировали под ковидный госпиталь, такая возможность была временно заморожена. Но спустя год зона перестала быть красной. Отделение открыли. Ну конечно повезло. Я собирался целый год сюда приехать, и нас нельзя было. Вот терпели, пока можно. А здесь открылась возможность. Конечно повезло. Вот сейчас все нормально, лечимся, анализы уже сдали, теперь пошло дело. Ну выздоровление и до домой. Отделения размылись. Такой термин сегодня используют медики, когда говорят о переводе зоны из красной в зеленую. Благодаря тому, что число новых больных с ковидом, поступающих в больницу Середавина, снизилось, стало возможным вернуть к прежней работе целый ряд профильных отделений. Это сосудистый центр, ревматология, эндокринология, нейрохирургия, ортопедия, гематология. Всего 310 коек, вернувшихся в штатный режим. Для нас это очень большое событие, поскольку фактически с апреля предыдущего года весь главный корпус был закрыт под оказание медицинской помощи больным с новой коронавирусной инфекцией. Понятно, что мы все равно оставимся в работе и как инфекционный госпиталь. Нам было необходимо провести все работы для того, чтобы потоки не пересекались. Красная зона ограждена, вход в нее только через шлюзы, а персонал совершенно другой. Возобновили работу и операционного блока для экстренной помощи нековидным пациентам. С первого числа мы оказываем экстренную неотложную помощь. Проведено порядка восьми операций. Пациенты в принципе все стабильные. Часть отделений инфекционных госпиталей в регионе вернулись в штатный режим работы в связи со стабилизацией эпидситуации. Постепенный переход медучреждений в привычный ритм жизни находится на контроле у губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Кульфия Сафина, Григорий Плешаков. События. Акции взаимопомощи «Мы вместе» исполнился год. За это время к ней присоединились тысячи волонтеров. Адресную помощь получили в России 5 миллионов человек. Не только медицинскую, но и юридическую. Волонтеры привозили продукты пожилым во время самоизоляции. Выгуливали домашних животных. Транспортные компании предоставляли машины. Разные организации перечислили в общей сложности почти 2 миллиарда рублей. Эти деньги пошли на закупку продуктовых наборов, средств индивидуальной защиты и многое другое. В Самаре к дате приурочили открытие фото-выставки. Трогательные снимки увидела наша съемочная группа. Лусинэ Мартиросян – волонтер со стажем. Но благодаря акции «Мы вместе» оценила всю сложность и важность работы добровольцев. Впервые помогать пришлось действительно нуждающимся людям. Поначалу было непросто. Не хватало средств защиты и транспорта. А о свободном времени пришлось забыть. Самое трудное – это, наверное, то, что у тебя иногда даже не хватало времени покушать. Мы работали по 8-9 часов. Было самое трудное, наверное, начало, потому что мы не знали, что нам дальше предстоит и, в принципе, как будет состояться наша работа. Также трудно видеть, что люди в таком состоянии находились, что многим не хватало жизненно необходимых лекарств. Увидеть, как волонтеры работали весь этот год, можно на фото-выставке «Год мы вместе». Добровольцы объединились в марте прошлого года для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Более 100 тысяч жителей нашего региона получили отклик на свое обращение. В настоящий момент около 3,5 тысяч добровольцев принимает участие в акции. Помощь пожилым людям, медицинским работникам, доставка продуктов питания, лекарственных средств – это далеко не все, чем занимались люди с добрым сердцем. За этот год приняло активную участие у нас более 3 тысячи волонтеров. Это были и муниципальные районы. То есть у нас в Самарской области работало 37 муниципальных штабов, не в зависимости от нашего оригинального штаба. 9 городских штабов работало. Поэтому у нас очень проводилась активная работа в течение года. Да, она и сейчас продолжается. Сейчас волонтеры продолжают помогать пожилым людям, которые находятся на самоизоляции или не могут выходить на улицу из-за погоды. Акция «Мы вместе» – это потрясающее единение, такая синергия, которая дала возможность очень многие вопросы, которые на самом деле людей волновали очень долго, решать очень адресно. Выставка продлится до 18 марта. Ее может посетить любой желающий. Кроме того, добровольцы всегда ждут в волонтерском штабе. Искреннее желание разрешить проблему нуждающихся может противостоять любым бедам и невзгодам. Никита Колосов, Максим Гусев, События. Впереди у нас новости экономики. Их подготовила Светлана Кудрявцева. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Что важного сегодня в новостях экономики. Депутаты Госдумы предлагают ввести новую льготу для пенсионеров. Об этом чуть позже, но сначала о том, как Россия перенесла коронавирусный кризис 2020 года. Кризис 2020 года, вызванный пандемией коронавируса, Россия перенесла лучше, чем мир в целом. И такое наблюдается впервые за постсоветский период. Об этом заявили эксперты высшей школы экономики. Падение ВВП России составило 3%, а глобальной экономики – 3,5%. Выдержать удар проявившийся в резком падении потребительской активности внешнего спроса цен на нефть помогли действующие в последние годы бюджетные правила и предпринятые государством меры поддержки экономики. Безработица устойчиво снижается, эпидемиологическая обстановка становится лучше, а вакцинация в России и в мире набирает обороты. На этом фоне эксперты ожидают роста ВВП на 2,8% в 2021 году и на 2,4% в 2022. В Госдуме предложили ввести в Россию новую льготу для пенсионеров, которая позволит им приобретать два билета в год на поезда дальнего следования по сниженной цене. Сейчас на льготные билеты уже имеют право некоторые категории граждан, однако пенсионеры к ним пока не относятся. При этом многие пожилые россияне вынуждены тратить крупные суммы, чтобы иметь возможность посетить родственников, которые проживают в других регионах и в других федеральных округах. Важнейшая составляющая счастливой жизни для женщин – это собственное жилье, качественная медицина, образование и питание, а также возможность заниматься любимым делом. Об этом свидетельствуют результаты опроса одного из крупнейших банков. В числе самых популярных ответов также современная бытовая техника и интересная работа. В целом около 74% жительниц крупных городов России заявили, что в основном или полностью довольны своей жизнью. На предстоящие выходные Центробанк установил следующие курсы валют. Нефть марки Brent – 67 долларов и 88 центов за баррель. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. Время исполнять мечты. Самарцев приглашают прокатиться за штурвалом самолета. Подробности в сюжете Марии Левиной. Пристегните ремни – мы взлетаем. Время исполнять свои мечты. Самарцев приглашают не только побывать в кабине пилотов Боинга 737, но и попробовать взять управление железной птицей на себя. По правую руку в качестве второго пилота будет сидеть инструктор с большим опытом работы в авиации. Перед стартом наставник расскажет обо всех приборах на панели управления и будет поддерживать на протяжении всего полета. На точно таком же авиатренажере готовят будущих пилотов. В нашем тренажере есть возможность все это попробовать. Абсолютно все этапы полета. От подготовки к полету, запуска двигателей, выруливания, взлет, полет, посадка самолета. Все это мы можем смешивать с различными погодными условиями, менять время суток. Воспорить над Нью-Йорком, отправиться в горы Словении или может подняться в небо над Москвой – локацию можно выбрать любую. В распоряжении гостей лайнера практически все аэропорты мира. В кабине создается эффект полного погружения, за что отвечает не только визуал, но и ощущение. Это уникальный подарок, который может поднять вас в небо как в прямом, так и в переносном смыслах. Мария Елевина, Николай Епифанов, События. Партии цветов, поступающих в регион в преддверии 8 марта, проверяют сотрудники управления Россельхознадзора по Самарской области. Цветы и декоративную зелень из стран ближнего и дальнего зарубежья везут в регион авиатранспорта. Инспекторы осматривают груз на предмет наличия на листьях и соцветиях насекомых вредителей. С растениями на территорию Самарской области могут попасть такие опасные вредители, как западный цветочный трипс, табачная белокрылка, американская белая бабочка. Если с партией цветов все в порядке, специалисты выписывают получателю груза акт фитосанитарного контроля. В случае обнаружения заболевания растений производится возврат груза, либо его уничтожение. Каждая партия цветов, будь то срезанные живые или растения в горшках, должна быть с маркировкой. На ней необходимо указать производители. Это позволит снизить угрозу распространения карантинных объектов. Поэтому РФ на страже проводит досмотр всех поступающих импортных партий, проводит непосредственно с экспертизами, чтобы выявить возможную скрытую зараженность. Все это направлено на то, чтобы не допустить ввоза карантинных объектов из других стран мира. В Самарской области военнослужащие и бригады специального назначения Центрального военного округа начали поздравлять участницы Великой Отечественной войны с наступающим Международным женским днем. Этим дамам далеко за 90, за плечами страшные годы войны, на груди ордена и медали. Военнослужащие поблагодарили ветеранов за мирное небо, стойкость и героизм, проявленные при защите Отечества от немецких захватчиков. Пожелали им крепкого здоровья, добрых вестей, радости и улыбок, вручили цветы и подарки. А военный оркестр исполнил для каждой из женщин попури известных песен под окном. Поздравляем вас с Международным женским днем, желаем вам крепкого здоровья. Анна Пантелеймоновна, наши троекротные! Ура! 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 А теперь коротко о других темах дня. В Самарской области задержали и взяли под стражу злоумышленника, который похищал золотые украшения из ювелирных магазинов. Молодой человек просил показать цепочки и, схватив, убегал. Ущерб торговым точкам составил 120 тысяч рублей. Оперативники задержали 30-летнего жителя Сызрани, когда он пытался получить суду под залог цепочки. По каждому факту открытого хищения возбуждено уголовное дело. Кировский районный суд Самары направили уголовное дело в отношении двоих жителей региона, которые незаконно приобрели, хранили и пытались быть ядовитое вещество – металлическую ртуть. Злоумышленников задержали сотрудники областного ФСБ во время проверочной закупки. Обвиняемые признали вину, им грозит до пяти лет лишения свободы. Сотрудники Центра гражданской защиты спасли рыбака с дрейфующей льдины в районе ГЭС. Сообщение о дежурном поступило в 11 часов вечера. Экипаж спасателей исследовал акваторию на надувной лодке. Поиск осложняло сильное течение и множество наломанных льдин. Однако мужчину нашли и эвакуировали на берег. В медицинской помощи пенсионер не нуждался. Спасатели настоятельно рекомендуют соблюдать правила личной безопасности и не рисковать своей жизнью на льду. В этом году 77 детских и 23 взрослых поликлинических отделений региона станут бережливыми. Этот принцип реализуется в рамках нацпроекта здравоохранения и предусматривает создание комфортных условий для пациентов и медицинских работников. Рациональное использование площадей, благоустройство холлов, кабинетов, сокращение очередей с помощью информатизации и внедрения электронного документа оборота. В предстоящие выходные порядка 200 кошек и собак из приютов Самары будут ждать своего хозяина в выставочном центре города. Забрать понравившееся животное можно совершенно бесплатно. Все животные обработаны и привиты. При передаче питомцев новым хозяевам сотрудники приюта проконсультируют по всем возникающим вопросам, сообщает городская администрация. Выставка пройдет уже в четвертый раз. За это время новый дом обрели порядка 300 кошек и 150 собак. Двойной праздник. Масленица в этом году начнется в понедельник 8 марта. Гуляния продлятся неделю, после чего православные верующие встретят Великий пост. Из-за эпид-обстановки, провожать зиму и встречать весну большинство горожан будут дома с традиционным атрибутом праздника – блинами. Секретами приготовления самых вкусных блинчиков поделились нашими корреспондентами самарцы. Хитрый рецепт узнала Ольга Павлова. Перед самым солнечным праздником года Масленицы Самара постепенно оттаивает и радует горожан плюсовыми температурами. По прогнозу синоптиков, весна в этом году поздняя. Самарцы, изрядно уставшие от суровых зимних морозов, теплого солнца и первых зеленых листочков ждут с нетерпением. За что любите весну? За свежие, первые цветы, первые зелень, лисиков и солнышко радует. Да как же ее не любить-то? Наконец тепло настанет. Как же ее не любить? Ждем-ждем. Скорее бы палку бросить. Вы думаете, что я с палкой хожу? Она бодрит, как говорится, преподносит веселое настроение и радость на душе. Вот такой красавец. Классический рецепт приготовления блинов Ирина Димихова использует редко. Куда вкуснее и интереснее получаются блинчики, если их готовить на дрожжевой основе. Причем для этого вовсе не обязательно замешивать тесто самостоятельно. Можно купить обычное дрожжевое, а дальше действовать по традиционной схеме, добавляя в него молоко, яйцо, соль, сахар и немного соды. В дрожжевое тесто одно яйцо идет, потому что если положить два, они будут жестковатые. В былые времена масленицу отмечали в день весеннего равноденствия. Прощали зимой и встречали весну. После принятия христианства праздник привязали к Пасхе. Именно поэтому дата наступления масленицы каждый год меняется. Неизменными остаются лишь традиции, рассказывает Ирина. И вспоминает, как много лет назад накануне праздника просыпалась в половине пятого утра. Только для того, чтобы удивить коллег по работе вкусными блинами. И до восьми часов я уже успевала гору блинчиков сделать. Покупала сметану, бежала на работу к восьми часам. И там у нас был пир всегда. Пекли по очереди блины. У кого-то был понедельник, у кого-то вторник. И так до выходного. Каждый день масленичной недели имеет свое название и традиции. Встреча, заигрыш, лакомка, разгуляйте, теща на вечерке. Заканчивается традиционное гуляние в прощенное воскресенье. В этот день принято провожать зиму и сжигать чучело масленицы. А также просить у знакомых, родных и близких прощения за нанесенные обиды. И хотя в этом году из-за неблагоприятной эпидобстановки масленицу придется встретить дома, оптимизма самарцы не теряют. Приходят подружки, печем блины, наедимся, песни споем. И напоследок парочка секретов. Чтобы ваши блинчики не пригорали, сковороду необходимо смазать кусочком свиного сала, а уже готовые блины топленым маслом. Но самое главное, говорит Ирина, готовить нужно с душой, чтобы к праздничному столу сбегались абсолютно все члены семьи, в том числе и четвероногие. Ольга Павлова, Николай Епифанов, События. В Самаре продолжают готовиться к проводам зимы. Сейчас дизайнеры работают над платьем для маслены, которое появится на набережной. Одежду для пятиметровой куклы подбирают, опираясь на историю народного костюма. На каком этапе работы увидела мэри Елчан. Самый долгожданный и непривередливый клиент в мастерской Марии Казак – самарская маслена. Одежду для пятиметровой куклы дизайнеры шьют уже неделю. Ткани для костюма модельеры подбирали весь год. У нас есть просто такие же свои каналы, когда нам отдают такие ткани, которые нельзя уже в магазине купить. И в том числе мы собираем их и для масленицы. Предпочтение отдают тканям с яркими и цветочными узорами. Для маслены шили рубаху, которая плавно переходит в сарафан. При пошиве одежды учитывается история народного костюма. Обязательно должен быть прямоугольный крой. Также в мастерской сготовили голову для маслены. Маслены ее наполнили сеном. Уже на следующей неделе жители смогут увидеть готовую куклу на набережной у бассейна ЦСК ВВС. Она круглая, она от солнышка, от лицетворения солнышка. Мы никогда не делаем лицо и глазки, губки. Это мы никогда не делаем. Но все равно платок, элемент волос и русская коса – эти элементы мы делаем всегда. И они очень всегда хорошо смотрятся и хорошо встречаются. Платок, который на ветру развивается. Главная маслена по традиции будет установлена на площади Куйбышева. Сейчас завершается ее монтаж. Напомним, множество кукол поменьше появится во время провода в зимы благодаря самарцам, которые сделали маслены своими руками в рамках конкурса «Самарская маслена. Гостья дорогая». Прием заявок на участие продолжится до 7 марта. Мэри Илчан, Василий Калдашов, События. На этом наш выпуск завершен. Заходите на сайт СамарГиз, подписывайтесь на наш телеграм-канал и на официальные страницы в социальных сетях. Все вам доброго и отличных выходных! Субтитры создавал DimaTorzok